Об плюсах, которые чекаются от супрационистов с этой китайской провинцией, мог чему мерковать по таких лечбах. Годовый товароборот Зянцу превышает 500 миллиардов долларов, а колькость населения в май у 50 разов больше, чем на Гомичине. Свой интерес китайцы тумажить двумя основными причинами. По-перше, Беларусь находится на так званом «великим шелковым шляху». По-другому, в сучастном Китае практически не засталось от свободных территорий для обыдывництва новых в творчестве. У нас очень многие компании и производители заинтересованы в создании бизнеса в другой стране. В Гомеле мы в первый раз, но мы собираемся поработать с Белоруссией, в том числе с Гомельской областью, по широкому направлению. Кировничество Гомичины на меры поширения супрационистов витая и обещая прикласти усе на Магане, как запланованное и користное для бода у Губаков, стало реальностью. Зараз в регионе реализуются два буйные проекта с уделом китайского капитала. Будовництва завода «Белинец» и «Юрозы» в Светлогорске и папировой фабрике «Удобурши», але это явно неотповедаемо к чемустям Баков. Почас визиту делегация провинции Дзянцум, наведывая акционерное товариство «Спартак» и знакомится с умовами, которые предоставлены резидентам свободной экономичной зоны. А прича того потенциальные партнеры выказывают затекавленность вкуса працонницей у таких сферах, как нафтохимия, сельская господарка и ахова новокольного сироддя. Наш технопарк сегодня, можно сказать, характеризуется вот такой, ну отличительной особенностью его становится то, что очень активно нам добирает развитие сектор, сегмент IT-технологий. Знаю, что наших китайских коллег-партнеров традиционно эти сферы вызывают интересы. Я думаю, что здесь могли бы мы сотрудничать в реализации совместных различных проектов. Ну и кроме этого, всегда интересно международное сотрудничество между технопарками как субъектами государственной инновационной инфраструктуры. Как чекается, на проконце Кастричника, на початку листопада, китайскую провинцию Дзянцу наведает делегация Гомельской области. Одним из выникнов этого визита может стать подписание погоднения о реализации на территории области новых совместных проектов. Парик Синчуроум, Йоген Макгейнка, телерадио Капания Гомель.